МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь 2019 год прошел в Горячем Ключе под знаком малых и больших побед. Это был год, полный успешных проектов, сложных задач, ярких событий. И, несомненно, главное из них – 155-летие курорта, которое запомнилось жителям и гостям Горячего Ключа множеством прекрасных событий. Знаковым прошедший год стал еще и благодаря новому главе. От Александра Кельганкина город ждал перемен. Когда шел, понимал, куда шел. Здесь, если сидеть и рассуждать, что что-то тяжело, плохо, невозможно, значит, можно сюда, эту должность и не идти. Понимал, куда шел, поэтому активизируемся. Еще больше мост включается, когда возникают какие-то проблемные вопросы или сложности. Гораздо эффективнее, быстрее, оперативнее начинаем думать и работать. Одной из ключевых задач местной власти стало взаимодействие с населением. Девиз «Вы просили, мы сделали». Ограничение сквозного проезда по пешеходной части улицы Ленина посредством установки вазонов. Перенос ярмарки выходного дня с площади администрации на улицу Ворошилова. Установка светофоров на наиболее сложных участках города. Вот лишь несколько положительных примеров этого диалога. Участие в десяти государственных программах в 2019 году дало горячему ключу возможность привлечь из краевого бюджета 755 миллионов рублей. Благодаря этому в городе решались важные социально-экономические задачи. На текущий и капитальный ремонт дорог направлено 34 миллиона рублей. Заменено 3,5 километра асфальта. Впервые за достаточно длительный период времени заасфальтирована Станичная улица, Красная в Мартанской. Сделаны подъезд к Молькино. Отремонтировали улицы Спортивную Чехова 8 марта возле третьей школы, а также проезд во дворах на улице Ленина. Выполнен в 2019 году ямочный ремонт почти 3,5 тысяч квадратных метров дорог. Выполнена и отсыпка и грядирование 26 километров дорог. На эти виды работ потрачено 7 миллионов рублей. А в рамках реализации программы «Доступная среда» оборудована тактильной плиткой и пандусами 5 автобусных остановок. Буквально в самом начале года на Горячий ключ обрушилась беда. В станице Бакинской произошел оползень, который разрушил дорогу, ведущую в хутора Северный и Малахаткин. Альтернативный проезд организовали в кратчайшие сроки, а на территории ввели режим локальной ЧАЭС. После экспертной оценки было принято решение не только восстановить дорогу, но и усилить ее основание во избежании новых оползневых явлений. На участке протяженностью 102 метра оборудовали насыпную дорогу, установили 69 свай, бетонные плиты уложили в три ряда. Средства на ликвидацию последствий ЧАЭС в размере 60 миллионов рублей выделили из краевого бюджета. В конце сентября автомобильное движение по дороге возобновилось. В прошлом году Горячий ключ перестал быть городом одного светофора. По поручению главы был сделан акцент на упорядочении дорожного движения. Накопительные светофоры установили на улицах Ленина, Революции, Псикупской, а также на двух перекрестках улицы Ярославского. Кстати, на пересечении с транспортной выделили отдельную полосу для движения автомобилей. На все нюансы надо обращать внимание, тогда оно будет что-то двигаться, и люди будут чувствовать, что каждый услышан, а каждый месяц определенная забота и волнение с моей стороны. Поэтому максимально должен прилагать усилия, что возможно, все не можем. Ну, максимально, что возможно, включаться и делаем. В решении сложных задач в прошлом году Горячему ключу помогло участие в федеральных нацпроектах. Одно из ключевых достижений – возможность участия в проекте «Экология» и региональной программе «Чистая вода». В Горячем ключе решено построить станцию без железования воды. На предпроектное изыскание и проектирование выделено из краевого бюджета 10 миллионов рублей. Производительность будущей станции – 12 тысяч кубометров в сутки. Установят систему очистки воды на территории центрального водозабора. Станция позволит снижать содержание железа в воде, тем самым улучшая ее качество. Это будет первый этап решения проблемы ржавой воды в Горячем ключе. В дальнейшем будет реализован целый комплекс мер по улучшению качества водоснабжения. Также благодаря краевому финансированию в размере 15 миллионов рублей в 2019 году был сделан капремонт четырех новых скважин в станице Меретинской, Бакинской, Хуторе-Сорокин, а также скважины номер 6 в городе Горячий ключ. В 2019 году в микро районе «Развилка» начал строиться дом, где получат новые квартиры переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Это еще один хороший пример того, как реализуются в Горячем ключе нацпроекты. Планируется переселить 8 семей из станицы Саратовской. В нацпроект «Жилье и городская среда» попал дом, расположенный по улице Бакинской, 17. Для переселенцев будет приобретено жилье общей площадью 394 квадратных метра. В рамках региональной программы «Дети Кубани» в Горячем ключе в 2019 году вручили ключи от 26 квартир детям-сиротам. Теперь у ребят есть все необходимое для обустройства на новом месте. В квартирах сделан ремонт, оборудованы места для парковки, и подалеку находятся социальные объекты. Моменты получения собственного жилья дети, оставшиеся в свое время без попечения родителей, ждали 5 лет. Горячему ключу в 2019 году на приобретение 26 квартир было выделено 35,5 миллионов рублей. В начале 2019 года в Горячем ключе совершилась реализация программы формирования комфортной городской среды. На четырех дворовых территориях проведена реконструкция, ставшая возможной благодаря активности наших горожан и нацпроекту «Жилье и городская среда». Проекты были сделаны по инициативе жителей микрорайона. По итогам реконструкции территории на Ленина 213 и 215 полностью заменили асфальтовое покрытие, построили тротуары, спортивные площадки с тренажерами, организовали дополнительные парковочные места и зеленили территорию. Работы по благоустройству также были проведены во дворах домов по улице Революции 3, Ленина 193 и Ленина 236. Благодаря нацпроекту «Образование» и региональной программе «Современная школа» новые образовательные стандарты начали внедряться в станичных учреждениях. На базе 6-й и 8-й школ в Саратовской и Бакинской открылись центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Помещения учреждений были реконструированы в соответствии с единым дизайном проекта и оснащены современным оборудованием. Проект «Современная школа» реализован и в городских учреждениях. В школе номер 3 обновили кабинет химии, а в первой школе по новым стандартам теперь ведут биологию. Общая сумма выделенных горячим влечу средств на реализацию нацпроекта «Образование» в 2019 году составила 8,8 миллиона рублей. Серьезную помощь в прошедшем году городу оказали депутаты ЗСК. На решение социально значимых вопросов было выделено свыше 23 миллионов рублей, что значительно превышает сумму финансирования 2018 года. Пример, допустим, по пожарной безопасности. Всегда были определенные проблемы. И в январе месяце у нас было 119 предписаний, нарушений. 119. И начало учебного года мы устранили все. То есть такого не было никогда, потому что сделали упор на безопасность. Безопасность наших детей, наших учителей, детских садах детей и воспитателей. Повторюсь, не знаю, может, в очередной раз, что в этой жизни мелочей нет. Если мы начинаем с каких-то маленьких деталей и мы их прорабатываем, мы их устраняем, не возникает потом большой проблемы. Ремонты капитальные и косметические проведены во всех учреждениях образования. В 1-й городской и 12-й мартанской школах капитально отремонтированы спортзалы. Уличные спортплощадки отремонтированы в Саратовской и Первомайской школах. В 5-м детском саду был проведен целый комплекс работ. Сделан капремонт прачечной и медблока. Оборудована водосточная система кровли по всему периметру здания. Сделан капремонт пищеблока в 16-м детском саду. Обновлены коммуникации, включая вентиляционную систему, окна и двери, а также сделана перепланировка помещения, за счет чего общая площадь пищеблока расширена до 80 квадратных метров. Аналогичные работы проведены в Бакинском 10-м детском саду. Отремонтирована кровля, заменены коммуникации, стены и полы облицованы плиткой, оборудованы дополнительные цеха. Новоселье в конце прошлого года отметил детский сад номер 11 в станице Емеретинской. Учреждению отдали часть помещений бывшего детского дома «Радуга». После передачи здания из краевой в муниципальную собственность провели ремонт и перепланировку. Садик расширился на шесть новых помещений. Теперь здесь есть просторный музыкально-спортивный зал, комната релаксации для детей, медицинские кабинеты, костюмерная. Приоритетной и перспективной для «Горячего ключа» по-прежнему остается курортная отрасль. За прошлый год город посетило 138 тысяч туристов, в два раза больше численности населения. Жители и гости «Горячего ключа» впервые увидели эффективность идеи по внедрению курортного сбора. В парке «30-летие Победы» установили 12 тренажеров. Теперь здесь доступен целый комплекс для занятий. В планах 2020 года установка арт-объектов в сквере «Каменный цветок» в районе Центральной площади, также на средства курортного сбора. Впервые в прошлом году состоялся в «Горячем ключе» семейный фестиваль загородного отдыха «Вкус лета». Он прошел по инициативе РГО и при поддержке администрации города. Участниками фестиваля стали фермеры и ремесленники со всей Кубани. Такой формат сагутейного туризма в городе намерены развивать и в будущем. Новые идеи и полюбившиеся за долгие годы традиции всему нашлось место в юбилейном году. 155-летие «Горячий ключ» отметил на историческом месте. По решению главы его перенесли обратно на центральную площадь города. А еще по доброй традиции провели в юбилейный год «Дни станиц» во всех сельских округах. КОНЕЦ ГОСОВА Как и полагается, город-именинник получил в юбилейном году массу подарков. В каждой отрасли это были свои, важные и нужные проекты, сделавшие город более современным, благоустроенным и красивым. Эти подарки дарили городу не только представители власти, но и бизнеса, и сами горожане. А это, пожалуй, самое ценное – люди, готовые уже сегодня менять жизнь в городе в лучшую сторону, создавая надежную основу для будущего.